Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди. Случайные встречи. Неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Всем еще раз здравствуйте. Начинается программа «Встретились, поговорили». Сегодня проведу ее я, Олег Пека. А в нашей студии посол Республики Узбекистан в Латвии, Кадамбай Султанов. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. С 6 по 8 сентября в Риге проходила продовольственная выставка «Рига Фуд». И на этой выставке был стенд Узбекистана. И, наверное, хотелось бы узнать, почему именно для вашей страны было таким важным участие в этой выставке. Как вы оцениваете сотрудничество наших стран в сельскохозяйственной отрасли? Спасибо большое за приглашение. Да, вы абсолютно правы. Наши представители приняли участие в работе «Рига Фуд». Но я здесь хотел бы отметить, что участие наше в «Рига Фуд» является частью нашей крупнейшей бизнес-миссии Узбекистана в Латвии, которая состоялась с 8 по 12 сентября. И это, по сути, первая подобная и самая крупная миссия когда-либо вообще организованной в стране есть. Мне кажется, этот факт свидетельствует о роли Латвии для Узбекистана, как я бы сказал, традиционного окна в Европу. В составе миссии было 80 человек. В основном это руководители отраслевых структур, это фармацевтика, текстильная отрасль, кожевенная, пушно-меховая, строительная, туристическая, а также руководители 46 компаний, которые специализируются на производстве и экспорте бобовых, бахчевых, кондитерские, мучные изделия, сухофрукты, кухонные принадлежности и так далее. И вот часть этой бизнес-миссии, то есть 20 компаний, они приняли участие в работе в Ригафуд. И у Узбекистана, как вы сами отметили, был одним из самых больших национальных стендов в работе Ригафуд. Для нас выделили 120 квадратных метров. Относительно важности участия в Ригафуд, мне кажется, важность участия в Ригафуд заключается, прежде всего, в нашем большом стремлении выйти на обширные рынки сбыта в Европе. Европейский рынок для нас в приоритете, и это гармонично вписывается в позитивное наращивание наших всесторонних, прежде всего, торгово-экономической связи с Европейским Союзом. И, как известно, с апреля 2021 года Узбекистан является бенефициаром статуса GSP Plus. GSP Plus – это система преференции в торговле с Европейским Союзом, которая позволяет Узбекистану беспошленно экспортировать в Европейский Союз свыше 6 тысяч наименований товаров. Относительно перспектив торгово-экономической связи между Узбекистаном и Латвией, я хотел бы выделить ряд ключевых характеристик. Прежде всего, Латвия является одним из крупнейших наших торговых партнеров в Европейском Союзе, а Узбекистан является крупнейшим торговым партнером Латвии в Центральной Азии. Вы спросили относительно части сельского хозяйства. Я, например, приведу один такой пример, что последние два года Латвия стабильно входит в топ-пятерку крупнейших импортеров узбекской дыни, например. Это свыше 3 тысяч тонн. Казалось бы, например, где Узбекистан, где Латвия, но тем не менее Латвия является одним из крупнейших импортеров. И мы надеемся, что это так и будет продолжаться. Кроме того, для наращивания нашего экспорта в Европу важное значение имеет вопрос стандарта. В этой сфере, конечно, тоже у нас идет активное сотрудничество с Латвией. Вот недавно посетила Узбекистан делегация «Латвия Стандартс». Мы еще активно сотрудничаем с координатором «Глобал ГЭД» в Центральной Азии. Ее зовут госпожа Эдита Стразани, которая тоже оказывает нам поддержку в вопросах внедрения современных европейских и мировых стандартов в сфере сельскохозяйств. — Очень интересно. В самом деле, с дынями я даже не мог предположить, что мы оказались самыми в пятерке самых потребляемых. — Последние два года. — То есть вы оцениваете очень положительно участие в «Рига Фуд». Это был хороший пример такого сотрудничества и контактов. — Абсолютно верно. И мы хотим вообще наращивать подобного рода мероприятия как можно чаще, потому что есть конкретный результат. Например, по итогам «Рига Фуд», именно «Рига Фуд», наши экспортеры подписали соглашение на сумму свыше одного миллиона долларов. Это речь идет о поставках бахчевых. Естественно, как я говорил, это арбузы, дыни. Кстати, дыни, арбузы, можно сказать, после долгой паузы начали экспортировать в Латвии арбузов тоже. А вообще бизнес-миссии, как итог бизнес-миссии, нашим компаниям удалось заключить экспортный контракт на сумму свыше 3,1 миллиона долларов. — 46 компаний и 80 человек — это, в принципе, достаточно большая, можно сказать, делегация. — Абсолютно. — А вот в нынешнем году Республика Узбекистан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. И вот буквально на днях завершился Самаркандский саммит, когда Узбекистан принимал Шанхайскую организацию сотрудничества. Могли бы Вы рассказать об итогах этого саммита, какие были приняты решения, и какие, может быть, для Латвии это будет иметь значение? — Спасибо за вопрос. Это, на самом деле, очень абсолютно, можно сказать, в точку попали. Это, значит, в сентябре 2021 года Узбекистан получил председательство на Шанхайской организации сотрудничества на период 2021-2022 года. Саммит в нашем древнейшем и красивейшем городе Самарканде 15-16 сентября подвело итог нашему председательству Шоссе, и оно теперь перешло Индией. Но самаркандский саммит без преувеличения, можно сказать, что... И вообще в те дни, это 15-16 сентября, Самарканд стал без преувеличения, стал центром не только региональной, но и мировой дипломатии, я бы сказал. По данным пресс-службы Министерства иностранных дел Узбекистана, публикация о саммите Шоссе в Самарканде набрала свыше 340 миллионов просмотров. В работе саммита приняли участие 14 глав государств-правительств, руководители 10 международных и региональных организаций. И саммит, что интересно, саммит стал первой очной встречей лидера Шанхайской организации сотрудничества с 2009 года. Потому что до этого, из-за известных событий вокруг пандемии, личной встречи не было возможно. За период председательства Узбекистана были разработаны 14 новых консультуальных документов, инициированных президентом Узбекистана, уважаемым Шавкат Мироновичем Мирзеевым. Я хотел бы особо выделить ряд из таких документов. Это концепция государств-членов Шоссе по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров. Это программа инфраструктурного развития Шоссе. Это учреждение института посла доброй воли Шанхайской организации сотрудничества. Это стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2040 года. За период председательства Узбекистана, несмотря на все эти негативные эффекты пандемии, им было проведено 80 международных мероприятий по всем направлениям сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества. По итогам саммита было принято 44 документа, и это является рекордным показателем за весь период существования Шанхайской организации сотрудничества. А самаркандский саммит вошел в историю как по числу принятых итоговых документов, так и в плане расширения числа партнеров по делу. В частности, Иран, например, стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, а Египту и Катару был предоставлен статус партнера по диалогу. И плюс еще в Самарканде было принято решение о предоставлении такого же статуса в перспективе Бахрейну, Куэйту, Мальдивской республике, объединенным Арабскими Эмиратами и Мянин. То есть география, как вы видите, расширяется. Да. А вообще, если говорить о потенциале организации Шанхайской организации сотрудничества, сегодня это самая крупная региональная организация. Население стран-членов организации превышает 3,4 миллиарда человек. Значит, это совокупный ВВП стран, что составляет 22% мировой экономики. И это растет, имеет тенденцию к росту. И это 15,4% мировой торговли приходится на долю стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. В 2021 году торговый оборот ШОС составил 8,1 триллионов долларов. Но на долю самих членов, то есть торговля между странами-членами, составляет лишь 10%, то есть 803 миллиарда долларов. Но в этой связи Узбекистан инициировал принятие плана совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли ШОС. То есть нацелено на наращивание объемов торговли между странами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Плюс еще среди принятых решений, имеющих, я бы сказал, не только региональное, но и общее мировое значение, я хотел бы выделить вопросы продовольственной безопасности, вопросы транспортной коммуникации, вопросы изменения климата и так далее. Но в частности, президент Узбекистана предложил создать климатический совет Шанхайской организации сотрудничества. Плюс еще, мне кажется, одним из важных инициатив, которые были выдвинуты нашим президентом, это президент Узбекистан на саммите предложил самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания. Цель инициативы заключается в том, чтобы вовлечь в глобальный межцивилизационный диалог всех, кто готов искать согласованные подходы и решения к актуальным вопросам. А самарканд с древних времен был центром духовного, экономического, культурного и научного обмена между народами, живущими на пространстве от Восточной Азии до Северной Африки, Ближнего Востока и Европы. И мы намерены приступить уже к практической реализации этой инициативы. И в этой связи планируем в 2023 году провести в Самарканде международный самаркандский форум, посвященный этой теме. Еще одной важной инициативой, конечно, стало предложение президента Узбекистана по объявлению следующего года, то есть 2023 года, годом развития туризма на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. А вообще самым главным итоговым документом, конечно, стало подписание Самаркандской декларации, в которой государства-члены Шанхайской организации сотрудничества высоко оценили председательство Узбекистана в организации в течение периода 2021-2022 года. Но об этом можно много говорить, но, конечно, событие без преувеличения стало событием не только регионального, но, возможно, и мирового значения. То есть получается, что председательство Узбекистана в ШОС таким образом сыграло роль в увеличении вот роли Узбекистана и в мировой политике, экономике. То есть это свидетельство его признания, его достаточно развития. Абсолютно верно. Это стало, я бы сказал, международным признанием политики открытости, политики содействия, можно сказать, межсивилизационного диалога с помощью Узбекистана. Вот это признание, прежде всего, той политики, которая ведется нашим президентом. Это политика открытости и нахождение, я бы сказал, общих точек соприкосновения. Вот эта инициатива, которую я вам сказал, самаркандская, то, что самаркандская инициатива солидарности, конечно, это является именно вот той основой, вокруг которой, в принципе, можно было бы, например, выстроить такой диалог. — Мы вот уже затронули, говоря о сотрудничестве Узбекистана и Латвии, вот про продовольственную отрасль, но вот как вы оцениваете туристический потенциал Узбекистана? Насколько, как вы думаете, латвийских туристов может привлечь, может даже как-то стать популярным направлением, таким же, как вот у нас в Турции Египет, например, отдыхают часто? Люди, вот, если можно, несколько слов. — Спасибо, спасибо. Туризм, на самом деле, является важной сферой экономики Узбекистана, и у нас есть колоссальный потенциал, на самом деле, в этой сфере. Если обратиться к данным, то в настоящее время мы наблюдаем такое, знаете, постпандемийное восстановление этой сферы. Приведу некоторые статистические данные. В частности, на данный момент число туристов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, то есть с января по сентябрь, увеличился в три раза и достиг 3,1 миллиона человек. Объем туристического экспорта у нас достиг 926 миллионов долларов. То есть это существенно, я хочу сказать, для экономики Узбекистана. А в 2019 году, для сравнения, этот же показатель составил 951 миллионов. То есть в суммарном значении, по сути, мы выходим уже на допандемийный уровень экспорта туристических услуг. Средняя продолжительность пребывания туристов в Узбекистане увеличилась до 4-5 дней, а их затраты в среднем составляют сейчас 305 долларов. А эти же показатели в 2019 году, это была 3 дня продолжительность в среднем, а сумма затрат была 195 долларов. То есть это является показателем, во-первых, интереса. То есть они хотят, большее время хотят находиться в Узбекистане, а это, естественно, значит, они хотят и больше потратить. Это будет полезно для экономики. Узбекистан, со своей стороны, предлагает большие усилия для развития этой сферы. В частности, произошла либерализация визовой политики. В настоящее время граждане 94 государств могут посетить Узбекистан без визы, в том числе граждане Латвии. Очень приятная новость. Я думаю, что для многих это будет действительно неожиданно. Значительно улучшена работа аэропортов, увеличено количество гостиниц, произошла валютная либерализация. Для туристической отрасли предоставлены большие налоговые преференции и льготы. Мы до этого коснулись Самаркандского саммита в ШОС. В рамках подготовки к саммиту и в рамках инициативы президента «Вечный город» в Самарканде за короткий период построено 8 гостиниц мирового уровня, большой конгресс-холл, парки, зеленые зоны и так далее. Сейчас только Самарканд в состоянии принять до 2 миллионов туристов в год. Это вся инфраструктура уже построенная и современная позволяет это сделать. У нас задача довольно-таки амбициозная, поэтому в ближайшие годы мы хотим довести число туристов до 7 миллионов в год, а экспорт туристических услуг до 2 миллиардов в год. В этой связи для нас представляет, конечно, интерес проведения очень такой активной пиар-компании, я бы сказал. Например, руководством нашей страны поставлена задача провести такую пиар-компанию под лозунгом «Самарканд – туристические ворота нового Узбекистана». То есть мы начинаем с Самарканда, но речь идет, по сути, обо всем Узбекистане. В принципе, у нас уже имеется позитивный опыт в этой сфере. Вот в мае месяце совместно с торговым домом Узбекистана здесь, в Латвии, и при поддержке нашего посольства, Министерства транспорта Узбекистана, узбекской авиалинии, мы организовали поездку в Узбекистан. 19 блогеров из четырех стран. Это блогеры, руководители крупных туроператоров Латвии, известные блогеры из Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии, за сотрудничество с которыми мы обозначены как ответственные здесь из Риги. Охват аудитории этих блогеров, туроператоров, средств массовой информации составляет где-то 4 миллиона человек. А сейчас идет уже по организации очередной пресс-тур, работаемая совместно с Министерствами транспорта Узбекистана и Латвии. Я хотел бы с вами поделиться статистикой. Вы спросили по части Латвии, сколько посещает Узбекистан туристов. Ну, цифры, я хочу сказать, что довольно-таки неудовлетворительны, конечно. В 2021 году эта цифра составила 760 человек только из Латвии. Но в этом году наблюдается некоторый рост. Мы уже за первые 9 месяцев, значит, 1031 по нашей статистике посетили. Но, конечно, можно это кратно увеличить, это число. Это, конечно, совсем не соответствует тому потенциалу, который имеется между нашими странами. А в том, что касается потенциала туристического отраса Узбекистана, я хотел бы сказать, что у нас это огромный, это исторические достопримечательности таких городов, как Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисавс и другие всемирно известные города. Это и гастрономический туризм, это и паломнический туризм, это и рекреационный, есть и сезонный, зимний и летний. И большой потенциал также у нас имеется для развития майс-туризма, то есть это проведение больших международных конференций, больших выставок и так далее в Узбекистане. Сейчас у нас эта инфраструктура есть, и это позволяет, мы готовы принимать большие международные мероприятия. И как пример, в принципе, тоже могу сказать, что Самарканд выиграл конкурс на проведение, ну это конкурсом сложно назвать, но Самарканд стал местом проведения генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации в 2023 году. Это означает, что туристические отрасли свыше 190 стран мира в следующем году прибудут в Самарканд, а и своими глазами могут увидеть наш туристический потенциал. Но об этом тоже можно много говорить, в принципе. Меня вот, например, заинтересовало, что вы говорите, что круглогодичный туризм, то есть это, в принципе, можно, я понимаю, ездить и зимой, и летом всегда найти какие-то интересные регионы, места. Да, так и есть. Что интересно, у нас природные климатические условия, в принципе, это тоже позволяет. В наших отдельных горных местностях у нас уже построены специальные такие зоны, у нас имеются большие туристические базы, которые позволяют и зимой тоже принимать гостей. Но погода, это уже, можно сказать, что есть, уже, скажем, сформировалась такая группа любителей определенных периодов, значит, времени года для того, чтобы посетить Узбекистан. Мы будем, конечно, надеяться, что Латвия будет тоже привлекательной для туристов из Узбекистана, что будет и в обратную сторону тоже поток туристов. На самом деле число туристов из Узбекистана в Латвии намного-намного больше. У нас сейчас имеется два рейса, два прямых рейса в неделю, они все, значит, полные, особенно из Ташкента в Ригу, значит, рейсы заполнены практически до отказа, а сейчас мы совместно с нашей авиакомпанией думаем о третьей частоте уже. Прекрасные планы, действительно, это очень можно только поприветствовать. Будем надеяться, что и число латвийских туристов будет расти, потому что Узбекистан, на самом деле, такая страна с невероятно интересной историей, и столько памятников архитектурных, прекрасных, красивых, связанных с мировыми какими-то событиями. Это все нужно увидеть своими глазами. Я напомню нашим слушателям, что в нашей студии посол Республики Узбекистан в Латвии, Катамбай Султанов, но также, вот, господин посол, вы являетесь послом и не только в Латвии, но и в Литве, Эстонии и Финляндии. Вот не тяжело ли совмещать работу в четырех странах, и чем вот это вызвано такое? Ну, это исторически так сложилось, что наше посольство здесь, в Риге, отвечает за вопросы взаимодействия сразу с четырьмя странами. Но пока у нас не имеется дипломатического присутствия в других странах Балтии, в том числе и Финляндии, поэтому так сложилось, что, как бы, наше посольство в Риге отвечает за вопросы сотрудничества со всеми этими четырьмя государствами. Но сложность, может быть, заключается только с точки зрения логистики. То есть, естественно, физическое присутствие существенно облегчает вопросы контактов, обсуждения. Но, с другой стороны, например, пандемия нас приучила тоже к дистанционному общению тоже. Но, с другой стороны, специфика нашей работы предполагает необходимость, например, личных контактов, то есть личного, очного общения тоже. Вот единственная, может быть, сложность в этом заключается. Но с точки зрения перспектив сотрудничества, конечно, со всеми странами, указанными странами, и с Латвией, и с Литвой, Эстонией, Финляндии, со всеми странами у нас тренд по нарастающей идёт, например, уже с другими странами тоже региона мы обсуждаем перспективы создания дипломатического присутствия. Например, Литва буквально недавно открыла своё почётное консульство в Ташкенте, официально открыла. И это можно рассматривать как, например, первый шаг для обеспечения в дальнейшем своего дипломатического присутствия. Ну и, наверное, уже последний вопрос. В чём вы видите главную миссию своей работы на этом посту? Это, на самом деле, очень легко. Для любого посла главная миссия – это способствовать и внести свой вклад в развитие дружественных и конструктивных отношений между государствами, где он представлен. То есть в данном случае моя задача, первостепенная задача – это развитие дружественных связей, всесторонних дружественных связей между Узбекистаном и Латвией и со всеми странами, за сотрудничество, с которыми мы отвечаем. Огромное вам спасибо. Хочется пожелать успехов на этом поприще. Посол Республики Узбекистан-Латвии Кадамба и Султанов был сегодня нашим гостем. Спасибо вам. Спасибо. За вашу работу. До свидания. До свидания. Радио Болткома.